Как найти работу несовершеннолетнему? Электронные права, плюсы и минусы. Снег, растаявший он, вода. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Адалина Абдрахманова. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин посетил с рабочим визитом Елабужский институт. В ходе визита состоялся осмотр учебных зданий, лабораторий, студенческих общежитий. Директор Елабужского института Елена Мерзон рассказала об особенностях учебного процесса, образовательных проектов вуза и познакомила ректора с профессорско-преподавательским составом института. Также Ленар Сафин посетил университетскую школу и дом научной коллаборации имени академика Камиля Валиева. В обзорной экскурсии принял участие глава Елабужского района Рустем Нуреев, что позволило наметить планы по дальнейшему сотрудничеству между вузом и муниципалитетом. Тебе 14 и ты уже хочешь иметь официальное место работы? В следующем сюжете расскажем о новом законопроекте, который упростит официальное трудоустройство подростков. В феврале 2023 года Госдума может принять закон, который упростит оформление на работу подростков с 14 лет. Данный законопроект разрабатывает группа депутатов «Единой России». Согласно этому законопроекту подросткам при трудоустройстве больше не требуется одобрение органов опеки и попечительства. Теперь нужно будет лишь согласие одного из родителей. Данный закон направлен прежде всего на то, чтобы максимально защитить права детей на получение зарплаты, на то, что их просто не обманут при устройстве на работу. И здорово, что теперь достаточно согласия одного родителя, уже не требуется согласие опеки. Конечно же, это не говорит о том, что все абсолютно подростки обязаны работать, но многие из них хотят либо помочь семье, либо как-то проявить себя в какой-то сфере деятельности, попробовать новое направление. И в этом случае, конечно, заключение официального договора, которое теперь благодаря этому закону, возможно, защитит детей от недобросовестных наймодателей. Инициаторы законопроекта считают нужным освободить работодателя от необходимости проводить за свой счет медосмотр трудоустраиваемого. Также предлагается отменить обязательное согласование расторжения трудового договора с Госинспекцией труда и комиссией по делам несовершеннолетних. В случае вступления законопроекта в силу, новые нормы будут выполняться с 1 марта 2023 года. До этого работодатель должен был самоплачивать, допустим, медицинский осмотр своего работника. Сейчас такой необходимости нет. То есть он уже не несет каких-то, скажем, административной какой-то нагрузки на себя. То есть будет во многом упрощение. То есть работодатели сами заинтересованы в том, чтобы брать к себе молодых, скажем, работников. Но вот в силу, как это было раньше, то есть им было иногда трудно. Также важно отметить, что должен быть единый список вакантий, которые определяются Минздравом на основе понимания вредности того или иного вида труда для подростков. Отметим, что важным критерием является школьная успеваемость. Очень важно понимать, что несмотря на новый закон, подросток не имеет права работать на тяжелой работе какой-то, которая связана с физическим трудом тяжелым. Либо это какой-то рабочий день такой стандартный, он не подходит подросткам. В зависимости от возраста и от выбранного направления есть ряд ограничений, которые снимаются, когда ребенок достигает 18 лет. Согласно данным Минтруда, ежегодно в России трудоустраивается 520 тысяч подростков. Подрабатывать во время летних каникул изъявляет желание 90% школьников. На вопрос, с чем связано желание подростков зарабатывать, эксперты отвечают просто. Это цивилизованное решение вопроса, когда подросток хочет работать, родители не против. И таким образом государство содействует максимальной защите законных интересов и прав наших уважаемых подростков. Известно, что кто-то хочет сделать подарки родителям, кто-то хочет помочь решить материальные проблемы семьи, а кто-то просто хочет ощутить, каково это зарабатывать самому, иметь деньги и самостоятельно ими распоряжаться. Я считаю, что это очень хорошая практика. Сейчас законодательство запрещает привлекать школьников без их согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой. Кроме того, нужно письменное согласие родителей и органов опеки. В бланках, которые дают на подпись родителям, как правило, пояснение, чем именно будут заниматься дети. Адалина Амдрахманова, Универ Ньюс. Век цифровизации люди переходят на более упрощенные бизнес-процессы. Так и благодаря коллаборации Минцифры и МВД появилась возможность использовать электронные водительские права прямо в приложении Госуслуги авто. Как нововведение отразится на водителях и сотрудников Госавтоинспекции, смотрите в сюжете Алины Красильниковой. Республика Татарстан переходит на электронные водительские права. В приложении Госуслуги авто появилась электронная версия водительского удостоверения. Также там есть цифровая копия СТС – второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. С 1 марта, с момента вступления в законную силу новой редакции правил дорожного движения, предъявление водительского удостоверения и сведения о регистрации в электронном виде, в виде QR-кода инспектора ДПС, будет приравниваться к такому же водительскому удостоверению в бумажном виде. Само мобильное приложение Госуслуги авто работает с 2021 года, а запуск проекта по внедрению и использованию электронного водительского удостоверения начался по всей стране с 1 октября прошлого года. Система работала в тестовом режиме и теперь готова к использованию. У каждого сотрудника Госавтоинспекции на планшете установлено специальное программное обеспечение – сервис, позволяющий считывать QR-коды на мобильных устройствах водителей. Формируя формат электронного водительского удостоверения или сведения о регистрации в виде QR-кода, обращается к федеральным базам данных Госавтоинспекции. У сотрудников Госавтоинспекции установлено такое же мобильное приложение на планшетах, которое позволяет считать QR-код водительского удостоверения или сведения о регистрации. Все 100% экипажа в Республике Татарстан обеспечены планшетами, и в том числе данным мобильным приложением, позволяющим проверять легитимность предъявляемых QR-кодов. Касательно вопроса, можно ли эти данные каким-то образом утечь, вопрос, конечно, к сохранности этих данных. Мы знаем, что сливы происходят, но с каждым годом, скажем так, надежность сектора защищенной информации, защищаемых данных, она повышается. Для того, чтобы получить электронное водительское удостоверение, необходимо скачать обновленную версию госуслуги авто. Данные документы загрузятся из ГИБДД автоматически, если у приложения есть доступ в интернет. QR-код появится при нажатии на соответствующую кнопку, но стоит отметить, что он меняется каждый раз при предъявлении документов. По правилам водители также должны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Штраф за забытые права составляет 500 рублей. На госуслугах у человека появляется некая все-таки авторизованная его цифровая копия. А QR-код на самом деле это не что иное, как закодированная ссылка на вот часть этого цифрового портрета нашего гражданина, собственно, которую можно удостоверить. То есть, условно, если в госуслугах написано, что человека зовут так-то, и у него какие-то паспортные данные, то мы этому доверяем. То есть, государственная служба этому доверяет. Поэтому мы, например, доверяли сертификатам, да, или у нас там проверяли QR-коды при вакцинации. Вот сейчас появляются электронные полисы. И вот с правами будет абсолютно точно так же. QR-код подтверждает легитимность водительского удостоверения и исключает риск предъявления поддельных документов. Уже более 2,5 тысяч человек пользуются данной услугой и отмечают ее удобство. Ведь эксплуатируя права в цифровом формате, человек может не только предъявлять их сотрудникам госавтоинспекции, но и подтверждать любые финансовые операции, требующие безопасной аутентификации. Алина Красильникова, Универньюз. Зима – время бесконечного количества снега. На первый взгляд может показаться, что снежные покровы – самое безобидное природное явление. Однако не все так просто. Какой негативный эффект могут оказать скопившиеся сугробы, расскажет Карина Саяхова. Зима – поистине сказочное время года. Огни по всему городу, снежные сугробы и катание с горок. Все бы хорошо, однако в это время особенно важно регулярно следить за состоянием дорог, улиц и других общественных территорий. Вывоз снега и его утилизация – не прихоть, а необходимость. Во многих регионах России обильные снегопады – это обычное явление. А это значит, что после каждой уборки остаются огромные сугробы, которые со временем только продолжают расти. Часто пешеходы и автомобилисты берут ситуацию в свои руки. Однако кучи снега довольно быстро под своим собственным весом уплотняются и смерзаются, а после превращаются в настоящие глыбы льда. В этом случае убирать их намного сложнее. Утилизацию снега следует считать важной частью работы по благоустройству города, потому что иначе снег после снегопадов, а иногда это бывает, они очень обильные, до пяти, до семи снегопадов в году в таких крупных. Вот после снегопадов затрудняется проезд автомашин, проезд во дворы, ну и, соответственно, это может привести к аварийным ситуациям. Очень важно не только вовремя вывозить снег, но и отвозить его в определенные места, а не просто в какой-нибудь овраг или водоем, ведь снежный покров, особенно в городах, содержит в себе множество вредных химических веществ. Снег тает, а после в виде воды идет нарушение полей и попадает в систему водоснабжения. Поэтому бесконтрольное таяние снега может привести к печальным последствиям, нарушению экологии и, соответственно, причинению вреда нашему здоровью. Снег в городах накапливает определенное количество загрязняющих веществ. Из атмосферного воздуха, с дорог, это могут быть тяжелые металлы, бензопирен, нефтепродукты, различные окислы, взвешенные вещества. Часто наблюдаются случаи, когда, например, снег выбрасывают в пойму рек, в пойму озер, на берега или даже на саму водную акваторию, считая, что вот эта вода дойдет. Конечно, поступление чистого снега в водоеме с территории города, к примеру, или относительно чистого, это важная составляющая, кстати, пополнения водных объектов, но сбрасывать туда загрязненный снег с дорог ни в коем случае не следует. К экологичным способам утилизации сугробов можно отнести поступление снега на пустыри, которые не используются, где впоследствии можно провести рекультивацию почвы, а также снегоплавильные пункты. На территории Казани действует 10 временных мест складирования снега, откуда его вывозят, а затем утилизируют на семи снегоплавильных пунктах. В районах республики также предусмотрены временные хранилища. С начала 2023 года с улиц Казани вывезли 72 тысячи тонн снега. Работа дорожных служб в дни проведения новогодних праздников была организована в круглосуточном штатном режиме. Для обеспечения безопасности дорожных движений выполнялись противогололедная обработка дорог и тротуаров, а также работы по вывозу снега. Всего с начала сезона вывезено 481 тысяча тонн снега, в том числе в январе 72 тысячи тонн. Особое внимание было уделено очистке пешеходных тротуаров, подземных и надземных переходам, подземным подъездным дорогам к елочным городкам. На содержание тротуаров и остановочных площадок работало более 60 единиц техники малой механизации и 500 дорожных рабочих. Как бы это ни казалось удивительным, но снег действительно играет огромную роль в экологической составляющей нашей планеты. Он влияет на климат, процессы почвообразования, а также на состояние растений и жизнь животных. Поэтому грамотная утилизация снега – забота каждого человека. Карина Саяхова, Универньюз. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!